Мы поговорим об уроках и практических вещах Которым мы научились за последние 25 лет И первое, о чем мы поговорим, это о том, что мы призваны служить в чьем-то видении То есть мы призваны помогать другому человеку реализовать его видение Чаще всего или скорее всего Изначально мы служим для созидания чего-либо видения Прежде чем вы станете в то положение, когда ваше видение будет уже реализовываться Давайте посмотрим на места Писания, которые говорят об Иосифе Бытие 37 глава Там описана ситуация, когда у Иосифа приходит сон И толкование сона заключалось в том, что его братья будут ему служить Что Господь вознесет его выше его братьев И что он даже станет выше своего отца или матери Никто из его семьи не понял это И я думаю, что Иосиф не понимал до конца сам, как это будет выглядеть И семья, конечно, изначально не была счастлива такому развороту Пока вы не покажете людям, насколько вы заботитесь об их жизнях Может быть, вы хотите поделиться своей встречей с Богом Или вдохновением в вашей жизни И может быть, это не будет принято так просто и легко Сразу вас не будут восхищаться вами Потому что сами люди, они имеют проблемы со своими проблемами Со своими ситуациями сталкиваются Поэтому если еще не произошло То, о чем вы говорите Может быть, кто-то просто станет для вас холодным душем Для вас или ваших идей Но вы от Бога знаете, что Может быть, ваше видение все равно исполнится Вы просто садите это, как семя в землю Поливаете и взращиваете благодаря послушанию Богу И вы ухаживаете за этим семенем, чтобы оно выросло И самое лучшее удобрение Это служение другим и послушание Вы знаете историю Иосифа Его продали в рабство Его купил Патифар Царедворец То есть он стал вторым в его доме Ну, в общем, миссис Патифар Она поступила нечестно И в итоге Иосифа бросили в темницу В Писании не говорится об этом Но я не думаю, что Иосиф забывал о своем сне Но я думаю, что были дни, когда он думал Ну, Бог что-то должен сделать Но выхода никого не видел Но если это сон от Бога Тогда Божья ответственность заключается в том, чтобы он исполнился Нужно ухватиться за Божьи обещания Нельзя их отвергать, если мы не видим пути Итак, Иосиф в темнице Но он толкует сон хлебодара и виночерпия Но даже в этой ситуации он не стал Опять же, ну, не сделал такое каменное лицо Что якобы время его пришло Он продолжал служить другим людям И участвовать в их жизни И все равно о нем забыли на какое-то время Потому что когда вышел виночерпий Он позабыл написанное об Иосифе И он провел еще два года в темнице Хотя обещание было дано, что о нем вспомнят Но я не думаю, что были моменты, когда Иосиф говорил, что все, сны, они умерли Господь дал этот сон Я верю в Него Значит, это будет В бытие, когда говорится, что Господь сотворил небо, землю и звезды и все, что на небесах и на земле И написано, что Господь сказал, что это хорошо Что это будет так Поэтому это стало существовать И те обещания, которые Господь имеет для каждого из нас в тех сферах, в которых мы ведем Они существуют Они есть Они имеют жизнь И они должны быть посеяны в сердце со смирением И внезапно приходится он фараону И Виночерпи вспоминает об Иосифе So we're in Let me Let me get to a scripture So in Genesis 41, verse 16 41, verse 16 Pharoah has asked Joseph, he's out of prison, he said I had a dream and none of my people can interpret it And if you'll just read Genesis 41, verse 16 And if you'll just read Genesis 41, verse 16 То есть Иосиф говорит, что это не мои способности, это Бог Подумайте о себе в подобной ситуации То есть 23 года прошло с момента, как Иосифу пришел этот сон Ему было 17, когда он получил этот сон А, извините, 13 лет прошло, потому что ему сейчас уже на этот момент 30 лет То есть 13 лет его жизнь была далеко не сладкая И вот он стоит перед фараоном и имеет свой шанс И ему Бог, скорее всего, дал это ответственность за это толкование сна, понимание дал ему Но Иосиф не говорит так, стоя перед лидерами, перед государем Он не говорит, что, о, наконец-то мое время пришло, наконец-то вы меня признали И пока вы ожидаете, что другие лидеры признают вас Очень легко подумать, что эти лидеры, они глупы и не видят вас, этого замечательного лидера И проблема здесь называется гордость Мы еще прокомментируем это позже Но здесь Иосиф весьма смирен Что он говорит, что это дело не во мне, а дело в Боге, которому я служу И в том, что он хочет сделать для тебя, фараон Для меня это довольно серьезный вызов Стоять перед лидером, который не имеет такие же ценности, как у меня Который не поклоняется такому же Богу, как я Не находится в той же семье И говорит, что Бог поможет тебе Он должен помочь мне вообще У меня же великие сны Я тот, кто попал в тюрьму и все такое прочее То есть, я должен уже получить наконец-то награду какую-то Тем не менее, Иосиф послужил как бы этому сну фараона И более того, фараон задал вопрос Где мы найдем человека, подобного этому, в ком бы пребывал Дух Божий Он ничего не сказал Он только сказал, что нужно найти человека, который смог бы это сделать И yet here's Pharaoh, because he's in the presence of Joseph, who is so humble И Иосиф стоял перед фараоном, перед лицом фараона и имел смирение Somehow or another, this Pharaoh, who did not know God, knew that he was in the presence of something more than just natural ability Поэтому фараон, он понимал, что он стоит перед чем-то, что не совсем естественно Что он стоит перед сверхъестественным There's a New Testament scripture that says We have this treasure, this special thing Within an earthen vessel Писание, Новый Завет говорит о том, что в нас внутри находится, в наших сосудах находится нечто особенное So that we would not take the glory to ourselves, but it would be unto God Чтобы мы не славили сами себя, но чтобы всю славу воздавали Господу So Pharaoh chooses Joseph Поэтому фараон выбрал Иосифа And of course he succeeds in administrating over the seven years of plenty So that they can sustain the whole world И поэтому в течение семи лет урожая, во-первых, служил Иосиф И также он служил в семь лет в засухе И тогда Иосиф уже осознал, что его сон он исполняется Потому что он был согласен послужить, снуть другого человека Я верю, что здесь находится принцип Потому что иногда мы не хотим служить людям, которые находятся в мире Мы говорим, почему я должен служить этому человеку, ведь он даже не ходит в церковь И я верю, что Господь призвал каждого из нас быть лидером И являть Бога в этом мире И мы имеем возможность делать это, когда мы служим другим И одна из причин, почему я верю, Иосиф был таким смиренным Об этом говорится в псалмах И моя версия, это 105 Но это говорит, что Иосиф был испытан Словом В 104-й псалом говорится о том, что Иосиф был испытан Словом Вы принимали Слова от Господа, и эти Слова испытывают вас сейчас Это как пророческие сны, которые просеивают нас Мы не знаем, что эмоционально переживал Иосиф, будучи в тюрьме И при этом я думаю, что нормально, что у него были обычные человеческие реакции И в этот период Господь просеивал его и готовил его Поэтому знайте, что когда вы ожидаете, чтобы ваше Слово, Слово, которое дано вам, исполнилось Господь готовит вас Для совершенного времени Еще одно местописание находится в книге Иеремии Первая или вторая глава И Господь спрашивает Иеремии, что ты видишь? И Иеремия говорит, я вижу ветвь миндального дерева И в иврите там игра слов И на английский тяжело перевести эту игру слов И Господь говорит, что ты прав, это ветвь миндального дерева Потому что я слежу за своим Словом И на иврите миндальное дерево или миндаль И смотреть или следить, оно, это похоже, как на синонимы Или одно Слово Поэтому знайте, что Господь следит за своим Словом Он исполнит Своё Слово От нас же необходимо только послушание Мы не хотим быть, как Авраам, Сара и Агарь Которые пытались помочь Богу исполнить Его Слово Господь исполнит Своё Слово Вчера мы, когда начинали, говорили о приключениях в своей церкви У меня не было снов о том, что я стану пастырем Но куда бы мы ни шли, в какую бы общину мы ни приходили Все хотели, чтобы мы были частью лидерства И фактически нам казалось, что Бог быстро показывал проблемы в церкви Какие-то проблемы в лидерах И, как я сказал, в первой же церкви, в которую мы пошли, меня попросили быть лидером И когда меня рукоположили, то я ощутил, как действительно Слово Божие, оно вызвало голод во мне И я стал читать Слово Божие И когда я стал читать Слово, то было такое ощущение, что действительно оно всегда было там, хотя я его раньше не читал И мне самому тяжело это объяснить, но я знаю, что Господь совершал определенную работу в моей жизни Как я вам уже говорил, первый пастырь, он покончил жизнь самоубийством Но время было, когда я думал, что эта церковь не двигается по Слову Божьему Что они не делают все правильно Мы ушли из этой общины и перешли в другую И в той церкви казалось, что они слишком много времени уделяют для того, чтобы все было идеально Настолько идеально, что они даже откладывали свою жизнь с Богом И тот пастырь той церкви, он просто ушел из церкви, потому что, видимо, разочаровался Когда мы пошли в третью общину То это та церковь, о которой мы вчера говорили, где в лидерстве были проблемы с сексуальной нечистотой и с финансами То есть, опять же, мы задавались вопросами насчет определенных неестественных вещей, которые там происходили, как по нашему мнению Но мы знали, что Господь ведет нас в путешествие Поэтому мы два года задержались в той церкви, умоляя, чтобы Господь нас вывел оттуда Потому что мы не считали, что мы можем послужить чужому видению, так как слишком много проблем было При этом мы понимали, что мы не просто служим чему-то видению, а Господь действует через нас Прежде чем мы покинули эту общину Я хочу также отметить, насколько важны были хорошие, положительные вещи в той общине Насколько много мы научились от того пастыря, от тех людей Я никогда не видела, чтобы так действовал дар пастырства, как в этом человеке И он всегда давал возможность для пророчеств Там мы научились поклонению также То есть, несмотря на плохие вещи Моя память намного больше говорит о позитивных вещах Потому что Господь соединил нас с этим человеком И мы научились даже таким вещам, которых его дети не поняли И сейчас намного легче мне почитать этого человека Ему 81 год И он до сих пор в служении И он никогда не сдавался в своей жизни То есть, несмотря на то, что я не соглашался со многими вещами в церкви Я стал помощником пастора То есть, вторым человеком И я видел, как у нас очень сильные несогласия были Но хороший момент в том, что когда мы ушли и начали другую общину Мы примирились И как Керен сказала до этого дня Этот пастор, который на какое-то время вызвал у меня горечь И это один из тех пасторей, который приходит раз в неделю в наше здание, чтобы мы молились за город Если бы мы не позволили Богу провести нас через это путешествие Тогда вряд ли бы мы смогли делать то, что мы делаем, как пастори И их община вряд ли бы делала то, что она сейчас делает И, наверное, не было бы этой молитвенной встречи, когда раз в неделю пасторя семи или восьми церквей собираются вместе для молитвы за город Я все это говорю к тому Что даже когда вы не понимаете Просто знайте, что Господь контролирует ваше направление Он пообещал, что Дух Святой придет и направит нас Притчи говорят, что много замыслов в сердце человека, но Господь устроит путь Многие мои планы не сработали так, как я хотел это Но я благодарен за то, что Бог направлял наши шаги Это все от Бога Все это Бог В течение моей жизни верующего человека я сменил где-то пять пастырей Поэтому, когда я стал сам пастырем И я начал спрашивать и просить, Боже, почему я не могу стать под началом какого-то хорошего нормального пастыря Почему были пятеро и у всех были большие проблемы И я почувствовал, как Господь почтительно относится к каждому из них Даже если они не были идеальны Потому что я не могу быть идеальным И одна из вещей, которые Бог проговорил мне, я верю Это то, что, Кирк, я тебе не могу показать все, как быть пастырем в церкви Но я тебе показал пять вещей, как не нужно поступать А в остальном тебе нужно быть близко ко мне И я это говорю вам сегодня Потому что мы можем поделиться с вами определенными вещами, которые вам не стоит делать И поэтому вам нужно быть близкими с Богом в отношении того, что вам нужно делать Мы говорили вчера, и я сейчас повторю это Неважно, насколько вы близки к ведущему лидеру К пастырю Вы на самом деле не можете до конца понять тот вызов, который происходит в его жизни Я честно вам могу сказать, что мы с этими пастырями были настолько близки, насколько только возможно И мы видели те вызовы, которые у них в жизни происходят И я верю, что наши сердца были верны им И в определенных моментах мы знаем, что мы были правы в отношении того, когда говорили им, в чем их неправота Но было также много-много ситуаций Где у нас было очень мало информации А мы думали, что мы знаем все И когда мы стали пастырями и стали во главе Мы поняли, что все намного тяжелее Это как мы были... Мы имели такие ситуации, как когда маленький ребенок сидит рядом с мамой в машине И критикует ее вождение Но мой сын меня бы не критиковал вслух Но когда вы садитесь за руль Оказывается, что все сложнее, чем как выглядит Все не так легко И в ранние годы нашего пастырства Господь вел нас к покаянию Слово покаяние Или каяться означает изменять мышление Вы получаете новую информацию И вы уже не думаете так, как раньше А теперь я вижу, как все это работает Вчера мы говорили также о том, чтобы мы были осторожными в плане наших осуждений И знайте просто, что очень часто ваше собственное мнение является осуждением Позвольте Духу Святому исправить вас 14.4, послание к римлянам Павел говорит И он говорит, кто вы, что судите слугу Чужого слугу Ибо перед своим хозяином он стоит или падает И он устоит, если Господь позволит Ни один из этих пастырей, которых мы говорили, не подходил мне Но я не осуждаю то, как они действовали Он мне тоже не подходит Но поэтому я не буду осуждать его Я не подхожу ему, но он не судит мой труд Иногда бывают моменты, когда я говорю Боже, твой слуга меня обидел Бывают моменты, когда он говорит, что Боже, твоя слуга сейчас нехорошо ко мне относится Мы говорим с ним об этом И ждем, когда он нам даст ответ Один из прекрасных примеров лидерства в Новом Завете Это сотник, который пришел к Иешуа за исцелением его слуги И он сказал, Иешуа, тебе не нужно приходить ко мне в дом, только скажи слово Потому что я сам в подчинении нахожусь И я знаю, как все это действует И Иешуа сказал, что я не видел такой веры нигде в Израиле Поэтому поймите, что если вы остаетесь в чем-то видении И вы служите им, не осуждая их Тогда это вера Вы демонстрируете веру Это очень сильно Еще я хочу кое-что, чтобы вы знали Что обида, она может быть очень сильной Мы общались с Татьяной Одним вечером Я сказал, что я воспринимаю обиду, как рак Я не хочу этого в моем теле Я ненавижу это Потому что я знаю, что это убьет меня Поймите, что когда мы обижаемся друг на друга Если мы не делаем прощение нашим образом жизни Тогда мы приткнемся И обида переводится именно как притыкаться Означает приткновение Я обещаю вам, что у вас будут возможности обижаться И Ишуа сказал, что обиды или боли не придут И когда вы обижаетесь, идите к Богу и быстро прощайте Не притворяйтесь, будто ничего не произошло Будьте честными на молитве с Богом Можете на молитве кричать, плакать, рыдать, что хотите И ждите, пока Господь не поправит вас Кажется, у Аввакума Где он сказал, что я пойду, встану и буду ждать Господа Чтобы услышать, что он скажет, когда будет исправлять меня Потому что я знаю, что я не права Поэтому я стою в Божьем присутствии, пока Бог не исправит меня Не изменит меня Еще перед перерывом напомню кое-что В саду Эдемском было два дерева Дерево познания добра и зла и дерево жизни Если во время вашего пребывания с Богом Если ваши мысли ведутся в таком направлении Вы начинаете думать, кто прав, кто не прав, что правильно, что неправильно Тогда вы вкушаете не от того дерева Это познание, кто прав, кто не прав Уйдите от этого дерева Вернитесь к дереву жизни И скажите, Ишуа, я не знаю, где правда, кроме как в Тебе Ты только праведный и истинный Перерыв Субтитры сделал DimaTorzok